Приветствую вас, братья и сестры, любовью к Господу нашего Иисуса Христа. Прежде всего прошу вас простить меня за мой внешний вид и за то, как я говорю. Мы все приехали с конференции и понимаем, что просто не было времени заехать приедем. Не потому что я вас не уважаю или не уважаю. Надеюсь, что вы простите. Я даже милиционер все не простил. Мы приехали обратно, и он посмотрел на нас и так стоял. Вы ничего не употребляли? Я говорю, нет. Точно не употребляли? Я говорю, нет. А похоже, что употребляли. Я говорю, не употреблял. Но вы же понимаете, я говорю о том, что 24 часа не употребляли, потому что все равно покажут сейчас. Я говорю, да не употреблял я. В общем, он никак не мог поверить. По крайней мере, сказал, что я пастор, еду в церковь, и он меня отпустил. Никогда не пользуюсь этим, но сегодня меня просто даже раздразнило. Как я мог появлять на конференции? Давайте мы с вами откроем первое послание Иоанна. Четвертую главу. Есть у нас на экране? Знаете, что мы сейчас делаем? Давайте все откроем, у кого есть. У кого на телефоне, у кого бумажное. Первый Иоанна, четвертая глава, с первого по шестому стиху. И давайте в синхронках вместе прочитаем. Начали. Ну? А загружается, да? Разные переводы. Читаем разные переводы. Читаем все вместе. Первый Иоанна, четвертая глава, с первого по шестому стиху. Ну, читаем. Давайте. Громче. Вы Слово Божие читаем. 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 Возлюбленные не всякому духу верчат. Давайте. Ну, не бойтесь. Я потом расскажу, зачем. Ну, Галстарова, рука поедилась в мире. Духа Божия, заблуждение испытываете. Узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Духа Иисуса Христа. Читаем. Читаем. Дети от Бога поведение. Да, громко. Молодец. Так, прочитаем. А теперь скажите. Хорошо. Все было понятно. Тому, кто читал, читал. Тому, кто читал, да. И вот как у вас вообще вот такое ощущение? Настраивает или не очень? Какие ощущения? Суета. Да, да. Ну, и Слово Божие читается, правда? Отвлекает, да? Это Слово Божие звучит Слово Божие. Отовсюду звучит Слово Божие. А мы ничего не понимаем. Мы ничего не понимаем. Если бы кто-то сказал, я хочу формально подойти к вопросу, сказать, мы читаем Слово Божие, но так, чтобы никто не понял, то, наверное, самое лучшее дело, это вот прочитать все вместе, вслух. Там есть истина, там есть какие-то вещи, но мы ничего не слышим. Здесь, конечно, нам нужно постоянно сосредотачиваться. Я хочу сказать о том, что нам всегда необходимо сосредотачиваться, когда мы Слово Божие читаем. Потому что очень много отвлекающих вещей вокруг происходит. Очень много отвлекающих вещей происходит. Очень много раздается голосов, очень много раздается разных идей, смыслов со всех сторон. И даже если мы читаем Слово Божие, или слушаем его в церкви, или еще где-то, мы очень нередко не понимаем, что нам говорит на самом деле это Слово. И вы знаете, что это касается не только Священного Писания, а и многих вещей в этом мире. Меня вот озадачил этот лозунг, который висит на всех билбордах у нас. Вера, армия, мова. Вера, армия, мова. И как бы смотришь, так вот, и думаешь, что человек хотел сказать. И там дальше написано, мы идем своим путем, Украина, правильно? То есть он хотел сказать. В нами слово вера. Меня, как верующего человека, очень сильно касается это слово. Потому что я понимаю, что кто-то решил поставить в центр своей избирательной кампании веру. И это как бы само по себе уже греет душу, да, понимаете? Мы живем в стране, мы еще, некоторые из нас помнят то время, когда здесь быть верующим было стыдно, или за веру могли в тюрьму посадить. А теперь у нас по стране будет вера. А если мы начнем копать глубже, мы поймем, что не совсем о той вере идет речь, о которой мы имеем, в виду, когда мы приходим в нашу церковь и слушаем послание. О какой вере идет? Там, скорее всего, идет речь о вере, которая является национальной верой, объединяет нас, верой, что мы здесь устраиваем веру, и это будет вера украинского народа. Когда мы говорим о нашем священном писании и о том, что мы, вернее, о том же священном писании, которое читает православное тоже, но когда мы говорим здесь о вере, то мы говорим о том, что вера это то, что заставляет нам, нас соединиться с Богом, общаться с Богом. Это говорит о том, что очень часто нам даются месседжи, какие-то послания, которые либо совершенно уводят нас от нашего привычного представления о вере, о Боге, о Христе, либо нам дается много посланий, и даже нам читают священный текст, но читают его таким образом, что мы ничего не можем понять, мы не можем сосредоточиться. Мы живем в мире хаоса, информационного хаоса, а со всех сторон нас бомбардируют различные идеи и послания, и нам иногда очень трудно. Когда я слышу вот такой вот хаос, когда много читают, первое, что приходит, первое желание, которое у меня появляется, появляется желание допросить, слушайте, я не буду ни читать, ни слушать, ни вникать, правда? Это лучшая стратегия, чтобы отвратить человека от священного писания. Иногда эту стратегию используют вокруг, говорят много бесмысленных слов, или говорят не к месту, или говорят очень субурно как-то, и люди абсолютно перестают думать. И я думаю, что дьявол иногда использует эти мысли для того, чтобы бомбардировать нас различными, несвязанными идеями, мыслями и так далее. Иногда он использует стратегию, подменяя понятия, вот как вот в этом лозунге, да, когда под соусом веры подается нечто иное, чем то, что имеет в виду священное писание. Как нам в этом разобраться? И должны ли мы разбираться? Я полностью утвержден, что мы должны в этом разбираться, мы должны быть экспертами по определению того, что есть истина, что не есть истина. В этом мире хаоса искать, каким образом нам оставаться на плаву и не отключаться, знаете, вот, чтобы не было такого эффекта. Я отключаюсь, я уже не слушаю. Столько много, те говорят о Боге то, те говорят о Боге то, у тех такая теология, у тех такая теология. Я себе буду спокойненько, без всякой теологии, сидеть, ходить в церковь и делать свое дело. Я думаю, это неправильная стратегия. Я думаю, что Иоанн тоже думал, что это неправильная стратегия. И поэтому он говорит, читая, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога, и всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь он уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира потому и говорят по-мерзки, и мир слушает их. Мы от Бога, знающие Бога, слушают нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения. Смотрите, у Иоанна была похожая идея. Было много голосов. Церковь первого века отличалась от нашей церкви хотя бы тем, что у них не было еще публикованного Нового Завета. У них не было еще веков христианской истории, символов веры, в которые мы сейчас верим. Никто еще не разобрался с ересами, которые позже появились. Церкви были довольно простые. Некоторым из них повезло. Таким, как Каримской церкви, Римской церкви, церквям, которые читали послание Иоанна. Им повезло, у них было послание от апостола, и они могли читать его и сверять свои вероучения с тем, что было там. А них там не так повезло. Возможно, было много церквей, такие, как вот мы сейчас называем простые церкви. Simple church. То есть церкви, которые собрались дома, и они собираются вместе, они услышали Евангелие, они начали собираться вместе. Но у них, все, что у них было, в лучшем случае у них был Ветхий Завет, и слова учения апостола, которые были, и какой-то учитель пришел и научил их, а потом, возможно, оставил. В этой ситуации очень большую роль играли пророки, которые говорили от имени Бога. Не исключено, что они говорили под водительством Святого Духа и проповедовали, и рассказывали какие-то учения. Как было вероучим вообще определить, кто из них говорит правду? Что им нужно было делать? Очевидно, что раз апостол Иоанн эту проблему поднимает, значит, были все-таки злоупотребления. Некоторые пророки приходили, начинали проповедовать учения, и доходили до тех вещей, которые противоречили учению апостол Иоаннов. В частном случае, в этом случае, которого касается Иоанн, говорится о том, что они учили, что Иисус Христос не пришел во плоти. Что это было за учение? Мы уже говорили, учение гностицизма, различные есть названия, докетизм. Учение, которое берет основу своей греческой философии, с ее пониманием того, что есть мир идей, есть мир отражения этих идей на земле. И то, что все божественное наверху, а все, что здесь внизу, это иллюзия, и не нужно большого значения придавать этому. Мы знаем, что это учение приводило к такому элитарному отношению к другим верующим. Вот я хорошо понимаю эту философию, значит я крутой, значит я хороший проповедник, значит я имею очень близкие отношения с Богом. Если я не очень хорошо в этом разбираюсь, то лучше сидеть и слушать, и слушать то, что говорят эти учителя. Проблема заключалась в том, что эти учителя очень часто вели не очень хороший и не очень правильный христианский образ жизни. Например, они считали, что грех – ничего страшного. Но поскольку они были очень мудрыми и очень признанными, и говорили хорошо, и говорили от имени Бога, то и люди не разбирались, хорошо они поступают или нет. Проблема заключалась еще в том, что они не очень способствовали христианскому общению друг к другу. Мы знаем, что в ранних главах он пишет, что я хочу, чтобы вы общались с нами, а наше общение с Богом. То есть он хочет, чтобы люди были общиной, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы носили племена друг друга, чтобы мы слушали друг друга, а не отделялись, не строили у нас здесь многоэтажную иерархию. Кто-то здесь очень крутой проповедник, поэтому ему все благо, а кто-то не очень важный, пусть посидит и послушает, и если ему что-то останется, мы ему бросим косточку какую-то. И вот эти люди появляли, и один из индикаторов, которым апостол Иоанн предлагал верующим определять этих лжеучителей, это их отношение к доктрине Иисуса Христа. Какую доктрину исповедовал апостол Иоанн? Апостол Иоанн исповедовал доктрину, которая в его Евангелии хорошо записана, и которая в его послании записана. Он говорит о том, что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было у Бога, что Иисус Христос был никем иным, как Богом. Многие сейчас ставят под сомнение, это особенно мы знаем христианство, около или пара христианские, или вышедшие из христиан направления, вроде свидетелей Губы, говорят, что это было не так. Но он четко говорил, что Слово было у Бога, и Слово было у Бога, и что этот Бог стал человеком. И дальше он подчеркивает, что этого человека мы видели, мы его трогали, мы с ним общались, и мы знаем, какой он был. А в своем Евангелии он еще записал, что кто, когда Иисуса спросили, спросили апостола, покажи нам Отца, и будет нам хорошо. Он говорит, слушайте, вы меня видели? Да. Это и есть Отец. Вот доктрина Яна. Вы меня видели? Вот это и есть Отец. Вот дальше в этом послании он развивает, говорит, послушайте, самое главное заблуждение этих противников, с которыми я постоянно дискутирую, заключается в том, что они не верят, что Бог это и есть Иисус из Назарета. И что Бог именно такой же, как Иисус из Назарета, что Бог не такой, как они нарисовали себе, Бог не какая-то идея, которую они с помощью философии или каких-то своих умозаключений себе нарисовали, а Бог есть такой, как был Иисус из Назарета. Немного странный, потому что не хотел стяжать себе богатство на земле. Человек, независимый от богатства на земле. Человек, который общался с грешниками, с самыми низкими слоями общества. Человек, который разрушил все барьеры и общался одинаково и с женщинами, и с мужчинами, причем с женщинами, которые были нечисты согласно иудейскому закону. Человек, который принял самарян, то есть человек, которому чужды вообще какие-то национальные барьеры, он вообще абсолютно свободен от национальных барьеров, он принимает любые народы, он становится богом всех народов. Тем самым говорит, что Бог есть единый, он бог всех народов. Вот такой бог. И он говорит, вот в таком бога я верю. А всяких, кто исповедует, что Иисус не есть этот бог. Или что Иисус, это какая-то идея отвлеченная на небесах, она никогда не приходила на землю, она не является, в общем, эта идея является чуждой. И далее он говорит, не просто чуждой, а она от кого? От антихриста. От противника Христа. Антихриста, противника Христа. Она от того, кто пришел в этот мир и уже старается сбить мир на другую колею, на другую стезю, пытается отвратить их от истинного бога и нарисовать им своего бога. Когда я читаю этот отрывок, у меня всегда возникает вопрос. Послушайте, здесь говорится, Духа Божьего и Духа заблуждения. Что это? В каком смысле имеется это в виду? Это в смысле прямого общения с Духами? В смысле духовной войны? Ну как вот, говорит Дух через человека, да? Или это в смысле Дух как Дух учения, как идея? И как решить этот вопрос? Да-да, он предлагает компромисс. Да, он мне в принципе компромисс такой устраивает, потому что не хочу ни с кем спорить по этому поводу. Потому что мне не очень ясно. Я склоняюсь к тому, что это все-таки учение. Но я не буду спорить с теми, кто считает, что эти пророки были ведомы реальными духами. Эти духи провоцировали их на какие-то речи. Они даже сами, может быть, не до конца были свободны в том, что они говорят. Они говорили о имени этих духов, обольстителей. И мы знаем, что есть духи обольстителей. И скорее всего произносили такие противные учению Христа речи. Поэтому, как бы там ни было, были ли это реальные духи, или это было учение гностиков и других безбожников в нашем смысле этого слова. Текст один и тот же. Христология. Кто есть Иисус Христос? Это Бога-человек? Это воплощение Бога в человеческом обличье? Полностью Бог и полностью человек? Полностью показывающий нам, какой есть Бог? Или же это просто какая-то идея? Неважно, если человек говорит просто об этом на основании каких-то своих философских убеждений, или же он говорит по одному ощущению какого-то духа обольстителя, тест у нас один и тот же. Кто есть Христос? Для того времени апостол Иоанн предлагал два варианта, или как бы два таких основных теста, как проверить. Нас уйдет за нос и учат какой-то чуждой христианству теологией, или же нам говорят истину? Первый, мы уже поговорили о нем, это исповедует ли это учение, или этот дух, или кто угодно, этот человек, уже пророк, который говорит, исповедует ли он Иисуса Христа, пришедшего в оплоте? Второй, мне кажется, здесь интересный тоже есть тест, на правильную теологию. Как мы его, вот здесь есть, о чем здесь говорится? Какой это тест? Пятый стих. Неправильную теологию очень легко воспринимают люди вне церкви. Мир слушает ее. То есть, теология людей, которые противоречат христианскому учению, очень легко на ура воспринимается в мире. Понимаете? То есть, я не говорю о том, что всякие христианские проповедники, которые нравятся, которые проповедуют и которому очень, ну, его воспринимают в мире, хотя, не знаю, многих и воспринимали проповедников христианских в мире, но были такие случаи в Англии, в Возрождении, когда люди толпами слушали христианских проповедников и толпами обращались. Поэтому есть такие случаи, когда люди слушали, и проповедники были действительно талантливыми, и многое слушали. Но, как правило, христианское учение истинное не очень воспринимается широкими массами. И если кто-то очень хорошо воспринимается широкими массами, и говорит, что он христианин, тут нужно задуматься. Не нужно ставить крест, но нужно задуматься и подать его другим тестам. Я хочу подчеркнуть то, что в этом отрывке есть несколько слов, которые, ну, фактически похожи. В первом стихе есть слово «испытывайте» — «духом нужно испытывать». Второе — «узнавайте». Опять же, узнавайте духа заблуждения или духа правды. В шестом стихе «посьму» узнаем духа истины и духа заблуждения. То есть, почему эти слова важны? Потому что очевидно, что одна из основных, главная мысль этого отрывка, который пытается передать апостол Иоанн другим людям, то, что мы должны испытывать. Это наша задача, это наша, ну, обязанность смотреть на учение. А как мы не любим испытывать учение? Особенно сейчас нам так не хочется спорить. Мы так привыкли к тому, что мы устали от споров. Мы устали от разных голосов. Мы по телевизору постоянно слышим, кто-то спорит, кто-то спорит. Когда хочется прийти в церковь или еще что-то искать, что скажут, то и будем слушать. Но я вижу здесь, что апостол Иоанн в своей церкви, я думаю, церковь всем, но он говорит, друзья мои, вы должны испытывать любое учение, там ваша обязанность. Еще хочу подчеркнуть, что он не говорит здесь только главе церкви испытывать или пресвитером испытывать. Кому он говорит? Возлюбленный, он говорит всем. То есть фактически апостол Иоанн той церкви говорил о том, что вся церковь должна внимательно испытывать учение, которое ей предлагают. В книгах ли, с кафедры ли, на улице ли, где угодно. Мы должны быть заняты постоянно тем, чтобы испытывать и узнавать. И поддавать им двум тестам. Христологическому тесту и тесту на то, насколько воспринимается это учение мира. Если мирское учение легко воспринимается, нам нужно задуматься над этим. Когда говорят о духах, я не знаю, как у вас, но у меня не нашло, что-то вот здесь вот в животе кошки скрипутся. Я не очень люблю эти вот вещи, там, о церцизме, о каких-то духах. Я не очень люблю о каких-то неречках, когда думаешь, что какие-то враги церкви есть, они начинают спокойствие. И я думаю, что люди, которые слушали апостола Иоанна, они тоже могли быть в таком состоянии. Он говорит, слушайте, ну они такие умные, ну они так хорошо говорят. Ну они от Бога говорят, ну как мы можем вообще понять, что они говорят. Ну как мы можем им противостать? Здесь апостол Иоанн Никас, вот я бы сказал, это вот пастырские слова. Дети, вы от Бога, победили их. Ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знаешь, от Бога слушают нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему узнаем духа истины, духа заблуждений. Он здесь ободряет и говорит, друзья мои, вот не переживайте. Если вы Божий, Бог на вашей стороне. Вы имеете духа Божия. Дух Божий будет вас учить. Просто будьте внимательны, не спите. Не заглотывайте все, не всю нажим, которую вам бросили. Не воспринимайте все за чистую монету. Бог поможет вам. Бог на вашей стороне. Более того, я думаю, что у многих может возникнуть, у них могла возникнуть идея о том, что, знаете, ну если мы сейчас будем придерживаться учения, которого не придерживаются эти умные учителя, а нас же заклюют. Против нас будут все, будут говорят, что мы какие-то забитые, что мы никому не нужные. Кто вы вообще, что вы говорите? Вы исповедуете какие-то маргинальные учения с тем апостолами Адам. Он говорит, не бойтесь. Даже если вы останетесь в одиночестве, в своем учении, Бог будет с вами. А тот факт, что мир будет против вас, и что большинство будет против вас, будет говорить только о том, что Бог вас защищает. Да, вот всякие были единицы верных, и все остальные большинства. То есть он фактически говорит о том, что большинство не всегда право, и очень часто большинство вообще не право. И что те, кто придерживаются истинного учения, часто будут в меньшинстве. То, что сейчас называется православием или ортодоксией, в какое-то время было общение, которое исповедует Троицу, исповедует богочеловечность Иисуса Христа и другие вещи. Когда-то было меньшинство, большинство людей верили по-другому, и этих людей в ссылки отправляли, сравняли от учения и все остальное. И они выдержали. Благодаря этому мы сейчас имеем христианство, основанное на нигейском символе веры. Большинство не всегда право. А есть большое искушение всегда поддаться этому и думать, слушайте, ну раз все так верят, что я умнее всех. Писание говорит вам, что нужно быть умнее всех, когда большинство не право. И не бойтесь этого, потому что Бог за вас. Итак, мы немного поговорили о том, что же хотел донести своим слушателям я. Но это немного трудно применить в наше время. Некоторые аспекты, которые я говорил, легко применить. С другой стороны, я не помню, когда мне в последний раз спрашивали, пришел ли Иисус Христос в плоти. Мы как раз живем в обществе, где большинство людей православных христиан, и поэтому с точки зрения христологии, они часто очень исповедуют очень правильную идею о том, что Христос есть Бога-человек. Так что нам этот тест Иоанна выбросить, как на историческую, значит, на полку историческую положить, мне сказать. Ну вот в то время так проверяли пророков, а сейчас у нас проверяют по-другому. Ну, скажем так, бывают случаи, когда люди не верят, что Иисус Христос является Богом. Какие-то случаи. Когда просто считают, что Иисус Христос – это хороший учитель нравственности. Ну просто хороший учитель нравственности. Поэтому мы не очень-то должны брать его учения, ну мы должны из его учения вырезать какие-то кусочки, оставлять все, что касается там любви к ближнему, заботы о всех, о разрушении барьеров, об отношении к женщинам, об отношении там к несчастному, униженному. Мы должны брать его социальное учение. А что касается его претензий на то, что он главный, на то, что он будет воскрешен из мертвых, на то, что были чудеса, мы это все, в общем, это все написали безумные и не очень образованные люди. Они не так его поняли. Да, в таких случаях мы, конечно, должны говорить, что это учение не соответствует действительности, потому что мы исповедуем Иисуса Христа, пришедшего воплоти, то есть Бога воплотившегося. И мы берем все учение Иисуса Христа. А бывает другая сторона этого медали, когда говорят, ну, Иисус Бог, Он мог поступать вот таким образом. Он мог ходить по реке, по воде, Он мог из воды вино сделать, Он мог исцелять, Он мог все эти вещи делать. И, конечно, мы Ему за это благодарны и верим. Ну, а мы простые люди. И мы верим в все это. Ну, а вот в Его заповеди, и в то, что Он говорил, как нужно относиться к жизни и к людям, мы не очень верим. Но это было все-таки, знаете, давно, и то общество нам не очень подходит, подходит понятно, у нас общество сейчас другое, мы по-другому относимся к жизни, и мы сами с усами, мы сами знаем, как нам построить нравственность, и зачем нам его вообще слушать. Да, хороший был эпизод в жизни человечества, да, пришел Бог, да, Он сделал какие-то вещи, но вот что касается Его господства и того, что Он рассказывает, как нам жить, это как бы не для нас. Эти мы постановимся похожи на тех гностиков, которые там были. Потому что апостол Иоанн говорит, нам нужно исповедовать Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти. Именно Иисуса Христа из Назарета со всем Его учением. Его нельзя взять наполовину. Нельзя взять то, что тебе нравится. Нужно брать и то, что нравится, и то, что не нравится. Поэтому в этом смысле мы можем использовать этот клест. Но я бы хотел расширить. Дело в том, что на протяжении церкви ереси плодились постоянно. И они до сих пор плодятся. Если во времена Иисуса Христа была проблема в том, что кто-то не верил, что Иисус Христос пришел во плоти, то дальше, например, не верили, что он Бог вообще. И, например, неправильно верили в том, что Отец, Сын и Дух Святой это тоже Бог. И что тогда пришлось церкви делать? Церковь взяла и разработала теологическую, теологию Тройцы. Догматы разработала. Зачем она их разрабатывала? Для того, чтобы ответить на ереси. И я думаю, что более широкий смысл этого отрывка более широкий смысл заключается в том, что нам необходимо использовать тесты, которые есть в церкви, которые есть в учении апостолов, которые есть в нашей христианской традиции, признанные всеми. Для того, чтобы определять, что есть и что нет. Протестантам это не очень нравится. Мне протестантам это не очень нравится. Потому что мы всю традицию уже выбросили. Мы теперь сами все учим. Мы теперь сами определяем. Но я боюсь, что очень часто, когда мы выбрасываем традицию, выбрасываем многолетнюю, тысячелетнюю историю церкви и учений церкви, мы просто наступаем на те же грабли, что уже люди наступали. Мы начинаем придумывать учения, которые церковь давным-давно уже осудила. Мы начинаем копаться, грудить и тратить время на то, что не нужно тратить время. Потому что в церковной истории многие вещи уже расставлены по полочкам. И нам необходимо там искать индикаторы или тесты, или какие-то, знаете, формулировки, которые помогут нам избавиться от ереси. Мы должны это делать. Что же касается мистической части, если действительно апостол Иоанн имел в виду людей, которые были действительно ведомы духом, которые изрекали непонятное учение, я не исключаю, что и сейчас такое есть. Я далек от мысли, что духовная война и духовные силы были только времена апостола Иоанна. Я думаю, что некоторые люди сейчас изрекают какие-то учения тоже под действием духа, совершенно не божьих. Но тест должен быть тот же, что тогда, что сейчас. Тест формулировки апостола, формулировки священного писания. Подводя итоги, хочу сказать следующее. Мы живем в мире, где нас будут бомбардировать различные учения. Эти учения не так безопасны, как нам кажется на первый взгляд. Идея о том, что подумаешь у каждого свое мнение, и каждый навязывает это мнение, и каждый может жить в своем мнении, не такая уж безопасна, как мы думаем. Потому что через такую идею нас могут прокинуть абсолютно странные вещи и об Иисусе Христе, и о вере, и о морали, и о спасении. Неутвержденные души благодаря этим идеям могут уйти совершенно не в том направлении. Если нам даже на плакатах, как по всему городу, меняют понятие веры, то будьте уверены, нам будут менять понятие всего, что угодно. И апостол Иоанн говорит о том, что возлюбленные, мы не всему должны быть, должны верить, мы не должны быть простаками. Мы должны все испытывать. И должны испытывать все вместе. И те, кто имеет подготовку теологическую, и те, кто не имеет. И те, кто давно уже верили, и те, кто недавно верили. И мы должны это делать совместно. Почему совместно? Потому что никто из нас в церкви никогда не обладает монополией на истину. И апостол Павел говорил, что все мы много согрешаем. И еще он говорил, что все мы видим, как будто в размытом зеркале какие-то очертания. Когда-нибудь мы увидим все точно, и будем все точными теологами, и будем хорошо понимать всю теологию. Сейчас мы не все понимаем. Поэтому мы нуждаемся друг в друге. И поэтому, если сейчас кто-то видит какую-то ересь, и он начинает говорить. Первое, что нужно сделать, давайте прислушиваться друг к другу. Я не говорю совсем соглашаться, но давайте прислушиваться. Может быть, кто-то видит лучше. Опасность такая есть. И она, эта опасность исходит, между прочим, не только от людей. Она исходит от тех духов, которые воюют против церкви. Это серьезное дело. Серьезная война. Апостол Иоанн призывает нас не быть простаками, испытывать духов, испытывать учения, делать это совместно, и держаться самого лучшего. И тогда церковь Божья будет здоровой, крепкой, и все будет хорошо. Если же мы пренебрежительно будем относиться к тому, что мы слышим, к тем идеям, которые провозносятся, и не будем их испытывать, есть большой шанс, что мы попадем под влияние либо учителей, которые каким-то образом от антихриста питаются, либо еще каким-то заблуждением, которое заведут нас не так, как оно нужно. Поэтому давайте будем внимательны. Вот это, что, в принципе, я хотел сегодня сказать. Когда много всего шумит, старайтесь не слушать то, что говорят другие, а самоточество на Слове Божьем. Наверное, был такой ответ. Что нужно было сделать, чтобы прочитать? Должно было прочитать Сауму, отключиться от всех. Это сложно иногда настраиваться на единый верный голос. Но этому можно научиться. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, пришедшего во плоти, Бога, показавшего нам, какой Ты есть. Благодарим Тебя Богу, Господи, за то, что Ты показал нам, Богу, свою любовь, свою справедливость, свою бескомпромиссность, показал свою любовь к различным людям, показал, что для Тебя нету первых, вторых, категорий, третьих людей, есть только дети Божьи. Я благодарю Тебя за это. И я прошу Тебя, помоги нам всей церковью видеть правильное учение, пребывать в нем, избавляться от злых учений, от тех, которые уводят от Тебя. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...